Всем привет! И с вами снова канал Ontario 365 и это видео снято специально для канала Heavy Metal Gym. И сегодня мы с вами приготовим стейк. Но так как мясо больше слушается мужские руки, то готовить сегодня будет его Андрей. И для этого нам понадобится говяжья вырезка, где-то килограмм 300, также 1 лимон, 2 большие луковицы, оливковое масло, а также соль и перец. Перед тем, как мы начнем разделывать мясо, необходимо дать ему отдохнуть минут 15 при комнатной температуре. И вот теперь мы приступаем к разделыванию мяса. И в самом начале мы будем отделять мясо от кости, после чего мы будем отделять все жилки и обрезать их, так как они не прожариваются. Сейчас мы используем 2,5 килограмма мяса. И из этого количества выходит где-то 5 стейков. И мариновать мы их будем двумя разными способами. И первый способ вы увидите сейчас. А второй вы сможете посмотреть у меня на канале Ontario 365. Я буду рада всех вас там увидеть. И сейчас мы будем нарезать мясо на стейки шириной 3 пальца, так как толщина у нас не особо большая. После чего обворачиваем мясо в пищевую пленку и отбиваем молотком, но плоской стороной. Для того, чтобы не повредить мясо и мы с вами не оберну и делаем остейки. И для этого мы измельчаем лук. Маринад состоит из самых простых продуктов, но получается действительно очень вкусным. Точнее он придает мясу мягкость. Оно не жесткое, оно действительно мягкое и очень вкусное. А сейчас я, как и всегда, приглашаю вас к себе на канал Ontario 365, где вы сможете найти много других полезных рецептов, а также другой маринад такого мяса. И еще совсем недавно я начала практиковать новый формат видео-влоги. Если вы не знаете, что это такое, или если вы знаете и вам это интересно, то обязательно также заглядывайте ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. После чего мы выжимаем весь сок лимона в лук. И теперь хорошо мнем лук для того, чтобы он пустил сок. Затем добавляем соль и перец и позже оливковое масло, где-то 2-3 столовые ложки. Затем туда же отправляем наши стейки. И желательно, чтобы лук покрыл полностью все мясо. После чего мы оставляем все это дело мариноваться. И если мы отправляем его в холодильник, то на ночь. Либо же можно при комнатной температуре оставить его где-то на 3-4 часа. А теперь мы будем делать сливочную колбаску. И для этого мы нарезаем чеснок, а также зелень. Ее мы будем использовать, когда будем доводить мясо в духовке, для того, чтобы она придала нашему стейку сочность и вкус. Но это, конечно же, по желанию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И затем все это смешиваем с маслом. Кстати, масло тут грамм 30. Затем полученную массу выкладываем в пищевую пленку и заворачиваем в колбаску. И после чего отправляем в морозилку. Вот уже прошло 3 часа. Тогда мы достаем наше мясо и хорошо очищаем его от лука, так как мы его сейчас будем жарить. И если лук попадет, то он просто будет гореть. А в сковороду-гриль, которую мы уже хорошо раскалили, отправляем наши стейки. Жарим с каждой стороны где-то по 3-4 минуты, но это зависит от толщины ваших стейков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И затем сверху мы выкладываем слегка. Сливочную в колбаску для того, чтобы вкус был насыщенный. Но если вы этого не хотите делать, вы можете это не делать. И сразу отправить в разогретую до 180 градусов духовку. И мелкие стейки, вернее, те, которые не особо большие по толщине, мы готовили 4 минуты. Среднего размера 6 минут, а самые большие 12 минут. Все зависит от толщины и от той прожарки, которую вы хотите. Если вам понравилось это видео и вы хотите еще смотреть подобные рецепты, то обязательно оставляйте под этим видео лайки, а также пишите свои комментарии. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. А у меня сегодня все. До новых встреч. Увидимся у меня на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...